Приветствую вас, с вами Наталья и сегодня вторая часть фильма о посылке из Агромаркет. Сегодня я буду высаживать клубничку Портола. Такая замечательная крупноплодная клубника ремонтантная. Вот саженцы, которые мне пришли. Упакованы очень хорошо были, вот в таком субстрате. Субстрат влажный, вот такие хорошие мощные корни. Конечно, эти корешочки нужно будет подрезать перед высадкой. Примерно вот так вот от конца хвостиков я буду все подрезать корни. Вот в таком виде. Потом эти корешочки все нужно будет расправить хорошо и высадить в неглубокую ямку. Высаживаем так, чтобы вот эта розеточка не была заглублена в землю, чтобы отсюда появлялись новые листики. Потому что здесь насаженцы буквально по одному листику, больше нет. Сейчас начало октября, но погода стоит очень теплая, до 18-20 градусов днем. Поэтому я думаю, что за неделю-другую клубничка успеет прижиться. Высаживать клубничку я буду вот в этом месте. В этом ряду у меня уже прижилась королева Елизавета клубника. Посажена была три недели назад. А здесь у меня будет посажена портола. На этом участке у меня посеяно немного пшеницы в качестве зеленого корма для курочек, которые находятся у меня вот здесь в курятнике. Вот мои курочки. Курочки. Кушают зеленую траву, которую я только что сорвала. Тут у меня еще есть им на завтрак. Это маленькое отступление. Перед посадкой корни у клубники обрезаем. Вот эти хвостики длинные, они лишние. Вот оставляем примерно вот такие вот, такой длины корни. И обязательно, когда мы сажаем клубнику, все вот эти корешочки должны идти прямо в землю. Нельзя, чтобы они как-то загибались в земле, перекручивались, иначе будут корешки все эти сгнивать. Это плохо скажется на приживаемости растения. Вот и посажена наша клубничка. Она еще такая маленькая. Конечно же, во внешнем виде она намного проигрывает вот этой клубнике, которая растет уже здесь три недели. Но ничего, мы ее сегодня посадили и будем теперь внимательно наблюдать, как она приживается. Пять кустиков. Пусть приживается, растет и радует нас своими плодами. А мы сейчас пойдем сажать другие растения. Вот в этом месте, это у нас угол небольшого сарая. Здесь у меня бурно растет петрушка. Она у меня повсюду растет, мы очень любим петрушку. Там далее у меня небольшой участок овес я посеяла. И вот в этом месте есть небольшой участок земли, совсем маленький. И он постоянно находится в тени. Вот здесь я и хочу посадить хосту, канадская хоста голубая. Вот распаковала я хосту, канадскую голубую. Вот в таком пакете, в очень хорошем, темном, плодородном субстрате она находилась. Субстрат очень влажный. И вот видите, есть вот такая точка роста. И сейчас я ее аккуратно расправлю и посажу вот в этом месте, которое я для нее определила. Вот хоста посажена на свое место. Я ее оградила вот такими металлическими прутьями, чтобы нечаянно никто не наступил, не раздавил. И вот маленький-маленький росточек выглядывает из земли. Вот он. Я специально вокруг посыпала субстратом, чтобы не забыли, что здесь что-то посажено. И не дай бог не повредили это маленькое крохотное растение над землей. Вот в этом месте будет приживаться наша хоста голубая. Зимовать, потому что на дворе октябрь. Возможно, придется утеплять каким-то образом. Ну, в общем, мы здесь проживаем, дома можно проследить за всеми этими процессами. А сейчас мы идем сажать дальше наши саженцы. И у нас на очереди малиновое дерево. Вот с этой стороны нашего здания, сарайчика небольшого, мы видим место, где я посадила хвосту. И совсем недалеко, вот в этом месте, я посажу малиновое дерево. Рядом с моими актинидиями, которые уже у меня хорошо подросли. И вот такое дерево превратились. Вот в этом месте я посажу малиновое дерево. Вот распаковала я малиновое дерево. Очень хороший субстрат внутри. Влажный, корни в хорошем состоянии. И сейчас я это деревце посажу вот в эту подготовленную лунку. Сюда я добавила золу и добавила немного песка. Сейчас посажу саженец. Поставлю вернее его. Расправлю корни и аккуратно полью и засыплю. Вот и посажено наше малиновое деревце. Я его сразу прикрепила к такому устойчивому колышку, чтобы случайно не поломать и чтобы растение росло ровненько. Еще что нужно будет сделать. Посоветую продавца-консультанта. Нужно будет оставить две трети от этого саженца. Одну треть вот здесь верхушку нужно будет срезать. Буквально через 2-3 дня. Посоветовали мне это, потому что предыдущий саженец малинового дерева у нас не прижился. И возможно причина была в том, что мы не сделали вот такую обрезку и выбрали место очень неудобное для такого саженца. В этом месте постоянно застаивалась вода. Скорее всего это повредило корни самого саженца. Ну что ж, пусть нас радует наш саженец, растет. И мы будем наблюдать за ним, чтобы он хорошо прижился. Сейчас уже вечернее время и поднялся сильный ветер. Поэтому остальные саженцы я уже буду высаживать завтра. Вот и наступил следующий день. И сейчас я буду высаживать плетистую розу Абра-Кадабра. Распаковала я розочку в очень хорошем состоянии. Она субстрат влажный. Сейчас необходимо будет розочку опустить в воду, чтобы немножечко корни можно было затем расправить, чтобы вот этот субстрат размяк и освободил корешки. Оставляю розочку вот в таком состоянии, с замоченными корнями, примерно на час, не больше. Возле пристройки, которую мы достроили в прошлом году, мы разбили вот такие две клумбы и посадили весной здесь розы. Они здесь успешно растут, развиваются. Чему я очень рада. В этом месте недалеко находится мангал. Здесь мы готовим шашлыки. Такой самодельный мангальчик соорудили. И здесь у нас бетонировано колесо, покрышка. В этом месте постоянная тень. Здесь я и посажу свою вторую хосту. Вот и приобрела хоста свое новое место. Очень слабая здесь точка роста. Но будем надеяться, что в этом месте ей понравится, она будет развиваться. Итак, прошло чуть больше часа. Давайте посмотрим, как выглядит наша розочка. Вот, корень у нее полностью очистился. Вот такой длинный корень. Но я не сказала бы, что он очень мощный. Но будем надеяться, что розочка приживется, хорошо перезимует. Вот, сейчас еще достаточно тепло. Будет время, чтобы она нарастила корневую систему. Вот и посадила я розу. Посадила ее вот в этом месте, возле курятника. Здесь у нас не очень приглядный угол. И когда роза вырастет, разрастется, она прикроет с собой это место. Как правильно высаживать розы, можно посмотреть видео на моем видеоканале. Когда я высаживала розы в клумбы возле пристройки, я подробно рассказывала, как это делать. Ну вот, все саженцы высажены. И на этом я заканчиваю свое видео. С вами была Наталья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. До скорых встреч!